МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это полезная программа. А значит, в ближайшие несколько минут вы приобретёте новые знания и получите дельные советы. Оставайтесь с нами! Зима перевалила за середину. С чем мы вас и поздравляем? Да, время летит незаметно. Вот не успеем мы оглянуться, и уже пляжный сезон настанет. А значит, пришло время избавиться от всего лишнего. А велнес – один из самых эффективных способов приведения своей фигуры в форму. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Согласно статистике, женщины набирают за новогодние каникулы до 5 килограммов лишнего веса. Не стоит ждать, что они уйдут сами по себе. Отличный вариант – велнес-тренировки. И от ваших новогодних килограммов не останется и следа. Здесь тренируются мои приятельницы, которые мне посоветовали. Я второй месяц уже здесь нахожусь, мне здесь очень нравится. И эффект есть, я вот чувствую себя легче. В форму пришла и в новогодние праздники, где сытые, веселые дни. Конечно, быстро выходишь из нормы, так сказать, и тяжело дышать, уже ходить. Ну, а вот зал – это просто незаменимая вещь. В «Волнес-клубе» Елена, как и другие посетительницы, тренируется с инструктором. Ее тренировочная программа сочетает в себе силу, гибкость и приятные процедуры для красоты кожи. Атмосфера в клубе задорная и позитивная, поэтому приподнятое настроение после тренировки обеспечено. Мы для каждой девушки подберем индивидуальную программу тренировок, которая поможет вам всегда оставаться в прекрасной форме. Внимание! Только 29, 30 и 31 января низкие цены на абонементы сроком действия 6 месяцев. Торопитесь купить абонементы по выгодной цене. Сайт sportdelux.ru Зимой, кстати, полезно ухаживать не только за собой, но и за домашними растениями. Аня, кстати, у меня есть парь мои кактусы, которые родственники мне подарили на новоселье. Но как за ними следить, я ума не приложу. Вот и узнаешь, правильный ли подарок сделали твои близкие и как ухаживать за комнатной флорой. Смотрим! Даже вот такие маленькие растения в горшке, не простой элемент дизайна, они еще и полезны для здоровья. Улучшат и очистят воздух высушенный батареями. Например, цитрусовые растения помогут очистить воздух от бактерий, а кактусы в комнатах с компьютером нейтрализуют радиационное воздействие на организм. И, конечно же, любые растения обогатят комнатный воздух кислородом. В условиях зимы это весьма актуально, так как большинство из нас меньше времени проводят на свежем воздухе. В свою очередь, сами горшечные растения ждут от нас в зимнее время более тщательного ухода. Немножко другие условия для растений. То есть это дополнительное освещение, так как у нас световой день короче. Оптимальные условия температуры, не жаркие, скажем так. Полив умеренный, чтобы не закисали корни. И увлажнение воздуха. Центральное отопление полезным точно не будет. Оно сушит воздух, и влага из земли испаряется быстрее. Именно в зимний период комнатные цветы становятся тонкими и мелкими, а их листья желтеют или могут опасть вовсе. Если вы заметили подобные метаморфозы, пора принимать меры. Полезно помнить и о вредителях, которые зимой нападают больше из-за недостатка света. Ну и главное правило. В холода ни в коем случае нельзя срезать крону растений. В период с ноября по февраль лучше всего применять половину от стандартной дозы удобрений. И подкармливать растения раз в месяц. Кстати, если вы хотите сделать подарок, полезно разобраться, какой цветок подходит мужчине, а какой женщине. Например, спатифилум. В народе называют его еще женским счастьем. Говорят, он поможет найти незамужней вторую половинку. К чисто женским растениям относится китайская роза. Если она появится у вас дома, непременно ждите страстную любовь. Если же нужно найти зеленый подарок для представителя мужского пола, то лучше искать неприхотливое растение. К таким относится антуриум, который называют мужским счастьем. Дарите друг другу зеленое счастье. Это не только красиво, но и полезно. Это была полезная программа. Возьмите наши советы на заметку. А я напоминаю, еще больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok